Продолжаю играть в Blitz на playtest.com и в этот раз сопернике достался шедеродный мастер из Соединенных Штатов d4, конь f6 и опять иду в ферзевый гамбит или в немцовича, но нет, конь f3 d5, конь c3 попробую снова сыграть слон e7 будущий эксперимент, как многие из вас, наверное, видели оказался не слишком удачным ничего и сыграет c5 идея такая, что на cd собирался брать кодем на d5 и на слон e7 в конь e7 крамник экспериментировал о черных с этим вариантом, в общем-то, с довольно неплохими результатами возьму конем здесь тоже возьму конем на e7, вот тут можно взять конем на e7, допустить размять фразею, у черного должна быть нормальная позиция нормальная позиция потому что белопольный слон выходит на бассейн достаточно быстро в целом, особых причин для того, чтобы у черных здесь были проблемы я не вижу конь e5 ну да, сейчас руби стороны будут пытаться много усилить положение собственных фигур в целом на оценку эта позиция сильно влиять не должно но ожидая охота более слоны в... нет, слон ожидал слоны в 3, но размян ферзей тоже возможен белые пытаются претендовать здесь на какой-то перевес конь на e5 сфк нависает на моей позиции, но очень опасно это быть не должно кто знает конь на e5 действительно напрягает надо что-то с ним сделать это не так просто, потому что на f6 будет конь c4 и конь полезет на d6 ну давайте попробуем п***ть другого коня тогда вроде бы на конь b5 я могу пойти просто a6 и ничего страшного с черными не происходит ну на конь d5 слон d5 и черные хотят взять на a2 b3 пытаюсь сбить коня да, эта позиция, скорее всего, абсолютно равна небольшая инициатива белых постепенно выдыхается задумался мой соперник видимо, над тем стоит ли играть на c4 конь d3 возможно, но здесь они просто возьмут да, кстати, на слон d3 надо считаться слон d1, слон g2 видимо, последует взятие здесь, да ну, позиция совершенно равна хочется, конечно, поставить перед сперником небольшие проблемы здесь ну, пойти f5 не уверен, что правильное решение ну, такое вот расширение фланга может оказаться полезным другое дело, что все равно, в принципе, это ничего особо не дает черным попытаюсь я надвинуть пешки g5, h5 по крайней мере психологические проблемы это может для моего оппонента создать то есть, наладец 1 поменяю, сыграю g4 сразу и f1 король e5 задумано очевидно, f4 беру слона заранее на f4 готов уже встретить путем g4, например или же f слон g2 e5 возьму возьму на f4 сыграю, наверное, по этому все-таки e4 ну да, но это не совсем то, что хотелось бы и что белое здесь уравнивают g8 на слон h5 ладежу g2 и все пешки меняются у меня немного меньше времени, но в пределах допустимого на ладежу в 2, конечно, сыграю h4 пытаюсь как-то растянуть оборону белых вряд ли это очень серьезно так, завожу слона d3 где c1 пытаюсь зайти за пешкой a шах теперь надо вести короля куда-то в район поля b4 зевая лупью саппи не берет здесь уже черная, наверное, хорошая позиция выигранная позиция, если быть точным ну да вот в такой нервной концовке удалось победить всем спасибо за внимание